Пару слов без комментариев наверное, какие могут быть слова? Тебе понравилось? Да, мне понравилось. Мне понравилась Гоа. Но хорошее всегда быстро заканчивается. Всегда. Ждем наше такси. Вот так вот выглядит наш домик, где мы жили. Приехал такси, сели мы в такси и движемся в сторону аэропорта. Приехал наш друг Фернандес. Сейчас я его покажу. Но мы его называем Джигурдан. Фернандес, hi. Hi. Bye bye. Bye bye. Зашли мы в аэропорт. Кстати, прошли в аэропорт. Досмотра не было. Никто не шмонал. Как обычно, это принято в аэропорту. Даже что-то подозрительно. Стоим уже у стойки регистрации. Сейчас начнется регистрация. Сейчас будут ручную кладь шмонать. Ну, ручную кладь вполне возможно. Но большие сумки, как обычно, через сканер не пропустили. Что удивительно. Но сканеры стоят. Я смотрю, индусы просто проходят. Сразу идут на регистрацию. Видно, внутренний авиарейс. Они не шмонают. А может, этих туристов, туристок, которые чартерами летают, вполне возможно. Но утверждать не буду. Так, напоминаю, летим мы в Дели. С Дели на Ташкент. Ташкент, Минск. Покажу вот такую. Скульптурка такая стоит. Это знаете, что напоминает? Это вот напоминает, которые нам булочки привозили. Только у них чаны побольше. Покажу вам немножко аэропорт. Вот так он выглядит. Аэропорт сам небольшой. Ну, везде вот такие скульптурки. Там вот идианка стоит возле струба. Я туда просто подходить не буду. Там уже военные стоят. Будут, могут возникнуть проблемы. А мы сдали багаж, взяли билеты и идем. Ищем свою посадку. Да. Ну, самое интересное, что сканера от чемоданов не было. И когда была регистрация, просто чисто все на словах, на честном слове. У кого и сколько? Мы сказали, бутылочка. Батарейки. Да, батарейки, зарядки, все. Зарядки, телефоны. Ну, все в ручной кладе. Ну, а так это все чисто как бы так на словах. Нету сканера. Но здесь вот ручное платье я смотрю, досматривают досконально. Потому что смотрю, доставят даже ноутбуки. Ну, все как всегда. Так что вы не переживайте, если там скажут все достать. Прямо все. Прямо раздеться там с ног, снять это все. Главное, не паникуйте. У нас в каком-то городе и даже попросили достать батарейку с ног у Сергея. Так что имейте в виду, что может быть и такое. Так что будем нас перекусывать уже почти время обеда. Ну, и потом двинемся. Проходить таможенный контроль. Страшно. Признайся. Признайся, тебе страшно, да? Когда начинаешь щебетать на непонятном тебе языке, конечно, страшно становится. Учу я английский. Детка. Расскажи на самом деле людям все как было. Все как было. Как ты понравился им. Как обычно. У нас все как обычно. Катя. И на этот раз и Катя дал два лексика себе взял одну. Я и зарядку пролезла, два телефона взяла. Да, две секунды пролетело. Блин, у нас как обычно. Ноутбуки, батарейки по два раза на сканер. Ну, это не только у меня. Тут получается мужиков шманают всех. Вот женщины проходят. Я смотрю, у них как-то досмотр такой лояльный. Катя, у нас тоже зарядки были. Ну, ничего. А у нас почти каждую сумку, которая такая, ну, как лаборитная, вот такая, как у нас, каждую сумку на досмотр ручной. И получается все сумки вытряхиваешь. Все-все-все-все-все-все-все. Все, что можно. И все, они перебирают этими ручками. Потом сумку пустую еще отправляют еще раз на сканер. Ну, а потом это все собираешь. Ну, конечно. Не, ну, в принципе, мы не в обиде. Мы, во-первых, знали, что в Индии... Ну, какая-то, да, нормально уже. Да, да, в Индии так это жестко, как бы, досматривать. Тем более у нас ничего запрещенного, как бы, нету. Просто сама это, так это, процедура, так это, немножко. Но, честно говоря, вот здесь, как бы, на Вуан это все, ну, нормально. Это проходило, как бы, в спокойном режиме. Просто где-то мы были, там создались употворения. Каждого этого перетряхивали, досматривали. Досматривали. Где это все собирать, столика не было. Люди нервничали, кто на полу, кто на этом. Ну, а здесь, как бы, есть дополнительный столик, как бы, все спокойно. Вроде все нормально. Как бы, все хорошо. Да, все хорошо. Да, вот таких находников он у нас. Вот, крест. Да. И, ну, пойдем подниматься нам на второй этаж. Пойдем подниматься. Пойдем подниматься. Ну, и пойдем подниматься на второй этаж. Подниматься. И пойдем подниматься на второй. Поднялись на второй, поднялись на второй этаж. Кстати, есть кафе Ка. Множество таких вот, типа кафешек, готовят разные бургеры, сосуды. А Катя нашла вот такой магазинчик с мармеладками. Путины, конечно, здесь больше, чем на значительную. Ну, я, например, вот чистка, кажется, здесь не знаю. Да, на мармеладки цены нет. Но, допустим, на бургеры, на эти. На КФК сколько ты там не смотрела, не обращалась? 800, 300, 500. Ну, это, поверьте, как и у нас. Это все как и у нас. Тут интересно, здесь оно острое? Нет, КФК нет, наверное. Но здесь вот что-то вот тоже вот похоже. Ну, это местное, да? Ну, вот цены я приближу. Я считаю, что покушать здесь можно. Да, где-то 5, 4, 10 долларов какой-то пойдется вам перекусить. А, а здесь уже такое, какие горячие более блюда, я смотрю. Это уже точно национальное. Да, здесь может уже национальное. Здесь уже ложат на тарелочке, рысь, поживо. Вот такие вот все. Вот так вот выглядит посадочная зона в аэропорту в Гуа. Лучше сувениры покупать на Гуа, на самом, не в аэропорту, потому что здесь уже понимаете, что здесь будет дороже. Хотя мы что-то было покупали. Цены такие где-то... Да, я уже не помню. Да, где-то. Ну, это надо смотреть, да, пацаны. Покупайте сувениры, берите чай. Да, чай, я по чаю не скучаю. Чай и Роман запивайте. Что отсюда можно везти, да, некоторые спрашивают. Ну, здесь лекарства. Многие, мы вот сколько были, в основном наши соотечественники торчат в аптеках. Только надо знать, какие лекарства от какой болезни, если вы не себе, а кому-то везете. Ну, все такие нюансы. В аптеках много русскоговорящих фармацевтов, так что проблем не будет. Ну, второе, это чай, вернее, чай это первое, фармацевты второе лекарство. Ну, чай, большое множество чая, но надо то же самое смотреть, где его покупать, потому что цена такая от 100 рупий за килограмм и доходит там до 30 тысяч за килограмм. Ну, конечно, от сортов чая, но это надо быть тоже внимательным, потому что многие попадают. Мы тоже купили. Да, в наших видео мы показывали. Да, мы тоже покупали дорогой, попробовать. Но мы показывали наше видео на Южном Гуа, где можно купить. Вот, смотрим. 150 миллилитров, 750 миллилитров, 50 рупий. Да, так, 50 рупий. Ну, такая быцательная на 2,40 рупий. Ну, в принципе, в принципе, цены приемлемые, нормальные. Сыванап. 150. 150. А, вода, вода на ВА-20. А Сыванап и лимонад и этот спрайл, ой, кока-кола, они стоили по 40. А здесь два. 100. Ну, видите, дороже, но как бы мерили. И не сказал, третью вещь, что отсюда везут, это ром. Конечно, ром. Пробуйте, он есть и белый ром, как говорят, белый ром это для женщин. Катя, пробовала же ты, да? Я только понюхала. Но пахнет вкусно. А, еще на языке попробовала, но не могу сказать. Также в аэропорту вот продаются ювелирные изделия. Что, давай, да? Подвески, колье. Брелочки. Здесь же... Это что? Даже не могу сказать, что это такое. Наверное, что-то с бальзамами связано. Бальзамы, наверное, да? Ладно, будем ждать нашей посадки. И увидимся, ребята, с вами уже в самолете. Друзья, сели мы в самолет, все прошли, посадка началась. 2.05 у нас выйдет. В час началась посадка. Все спокойно. Сейчас перестанетим уже в самолете. Без толкучки, спокойно. Все, все садятся. Нормально. И что мне нравится в самолетах Аэр-Индии. Посмотрите, я покажу местам. Смотрите. Мне так вообще, посмотри. Смотри, ладошка, да? Мне вообще комфортно. Мне вообще классно. Ко мне пассажиров желательно пищу какого-нибудь нормального. А ты помнишь, мы оттуда летели сеги. О, нормальный мужик. А то мы летели, получается, сегистры или откуда. Я не помню. И мне какой-то пьяный достался. Я как раз-таки посерединке сидела, а справа пьяный. Очень неприятно было. Да, так что самолеты Аэр-Индии такие комфортные. Заботятся они о пассажирах. Ребята покормили нас самолетами. Мы забыли снять. Мы забыли снять. Так есть хотели. Кормят очень хорошо в Аэр-Индии. Такие вот шоколадки. Йогурт. Рис с курицей. И самое интересное, обратите внимание, столовые приборы. Они металлические. Вода. А, еще кофе несут. Рис у нас был с курицей. И салатом. Да, рис с курицей и салатом. С курицей и салатом. А салат похож на наше оливье. Сормально, просто уже привыкли к этой еде. Курица сочная, мягкая, рис разваристый такой. Да, вот. Рассыпчатый, вернее, а не разваристый, неправильно сказала. Курица прямо, знаешь, такая, ну, такие... Курица большая. Лепешка тоже, типа как лепешка нан была. Я считаю, что нормально. Я вот реально, я пообедала. Кофе. Капучино из машины тебе? Нет, из трактора. Принесли, ребята, нам кофе. С молоком. Такое вот молоко. Ну, мы уже шоколадочку попробовали. Вкусная, с изюмом. И давай. Чи-чин. Приземлились мы в Тейли. Время полета составило ровно 2 часа. Ждем наши чемоданчики. Чемоданчики. Видео, что они прилетели и все в порядке. Ничего с ними станет. Друзья. Это вам не было. Да. Людей очень-очень много. Всяких разных национальности. Да. Будем заходить в аэропорт. Вот такие вот слоны. В делийском аэропорту. И так вот выглядит аэропорт Дели. И Катя. За носильщиком. Да. Ну, а мы уже все узнали. Где регистрация. Еще нам погулять пару часов до регистрации. Значит, мы прогуливаемся. Пойдем, может, перекусим. И вот, друзья, у нас началась регистрация. Ура! Катя дождалась. Ну, да. Началось нашим регистрацию. Встретили мы знакомых. Друзей, они летят на ВУА. 6 вечера. Да, пообщались с ними. Как раз быстро время прошло. Ну, как раз уже наша регистрация. Сейчас регистрируемся. И будем проходить на посадку. Да, регистрация с таможней. Да, мы ровно 9. Сошмоном заняло у нас час. Он в кого-то на река, вонец. Да, в воду пропустили. У меня и шоколадки, у меня и печенье. В ВУА воду забрали. Здесь пропустили. А вот с ноутбуками. Это проблема. Да, у нас вот с этой сумкой. Вот с этой. Она у нас проблематичная. Это аппаратура, всякой мелочевки. Много микрофона. Это, это, это. Камера вторая. И, блин, трясут ее как только могут. Бедный, бедный ноутбук. Покажите тебе немножко где-то. Ну, идите фрика. А вот, смотри, череп. Пойдем посмотрим. Смотри, интересно. Смотрите, ребята. Смотрите, сколько. Сувениров много. Это такое мы привозили из Китая. Только там танцующий Будда. И здесь тоже вот. Но это индийские. 1750 рублей. Такое любить можно. Ну, ну, ну. 3000 рублей. Это где-то около 40 долларов. И такие вот ювелирные украшения. Алмазы? Угу, наверное. 27 тысяч рублей. Я не знаю в чем, в рупиях или в долларах. Честно, я не знаю. Если это настоящая мода, то они не могут стоить 10 тысяч. Рупий. Рупий. Даже вот, наверное, в долларах. Ну, мы не такие богачи, чтобы разбираться в этом. Так что, богачи, пишите нам комментарии, правильно мы сказали или нет. Злая-то, Катя, будут тебе постоянно злые комментарии такие писать. Зато они пишут, а нас на купил поднимают. Пишите. Хайтеры, пишите. Интересный такой магазинчик. И вот этот вот самолетик 3250 рупий. Вот это 3250. Большой не скажу, потому что я не вижу. Только 35 долларов. А, большой 25500. Такую вот штуку домой, да? Ну да, красиво, симпатично смотрится. И стоит она 8490. 8490, а такая получается 100 долларов. Вот такой глобус. То есть, сувениры симпатичные. Вот такой магазинчик. Продолжение следует... Продолжение следует... Аэропорт в Дали большой, реально большой. В общем-то напоминает Дубай. И мы решили взять вот такую машинку. И с водителем. И прокатиться. С ветерком. ВОВА, КАЦЯ. ВОВА, КАЦЯ. Ну вот, прокатились мы с ветерком. Санки, ВОВА, КАЦЯ. На таком авто. Просто, что ветерок, да? Вдувает с ветерком. Пишку вы устали. ВОВА, КАЦЯ. Очень длинный. Ну, длинный, очень большой. Катя решила отдохнуть. Вот на таких креслах кровати. Как тебе удобно? Очень удобно. Комфортно. Спинка как надо лежит. Молодцы, желали. Ножки тоже отдыхают. Круто. Отдохнув 20 минут. Мы идем на посадку. Ташкент еще не начался. Ташкент. Да, это Ташкент. Пойдем в самолет. Друзья и усилители. Самолет тоже нас не подвел. Катя уже выбирает фильмы. Наши советские фильмы. Ну, как тебе? Да, ребята, у нас уже ночь. 12 часов. Так что мы сейчас включим кино и будем отдыхать. Кормить, кормить, наверное, нас будут. Ну, места, смотрите, видите. Промежуток шикарно, шикарно. Просто нет слов. Ну, вот впервые за долгое время Катя отведала нормальную еду. Без перца. Абсолютно. Вот так вот нас кормят на Узбекских авиалиниях. Рис с курицей, кетчуп, масло сливочное, кекс, булочка, колбаска, помидоры, орешки. Ну, еще кофе будет. Ну, приятного нам аппетита. Друзья, у нас возникли проблемы. Идем на запасной аэродром в Бухару. Летим не в Ташкент, а в Бухару. За это не станешь? Ребята, мы застряли в Бухаре. Мы пошли на запасной аэродром. Не в Ташкент, а приземлились в Бухаре. Пока сидим в самолете. Ташкент нас не принял. Сильный туман был. И получается сейчас ждем, не знаю, Стюарда, бьехаю туда-сюда с какими-то штуками. Ну, а мы ждем. Что же будет дальше? Уважаемые пассажиры, прошу минуточку вашего внимания, пожалуйста. Ввиду плохой погоды в Ташкенте и тумана, аэропорт Ташкента был закрыт и мы сели на запасной аэродром в городе Бухара. Мы ожидаем улучшения погоды в городе Ташкенте в 9-10 часов утра по местному времени. Поэтому для вашего удобства мы произведем вашу высадку в терминал аэропорта города Бухара. После того, как аэропорт Ташкент откроется и погода на нем улучшится, мы продолжим наш полет до Ташкента. пассажиры, которые имеют билет до Бухары, скорее всего, будут оформлены и пройдут таможенные процедуры и выйдут в аэропорту города Бухара. Остальные с комфортом будут находиться в аэропорту города Бухара. «Спасибо вам за внимание. Я приношу свои извинения за вынужденную задержку. Спасибо за внимание». В 9.10, как вы слышали, а самолет у нас в 8 вылетает из Ташкента. Мы не успеваем на самолет. Сейчас будем решать эту проблему в аэропорту. Будем уточнять, как нас могут отправить. Так что выходим и будем разбираться с этой ситуацией. С тобой есть плюс. Мы побываем в Бухаре. «Ребята, взвратили нас обратно в Ташкент. Приземлились. Сейчас пойдем в параметры. Ребята, бежим. Да, ребята, бежим. Потому что опаздываем. Самолеты задерживают. Все самолеты задерживают. И Сочи, Новосибирск, Москва, Минск. Сейчас будем искать наш. Минск. Москва! Кто Москва была? Идемте, Москва! Все нервничают, потому что все самолеты буквально задержали, что починит умолок. И потому что наш самолет задержали в Бухаре. Быстренько прошли досмотр. Хотя нервничало, что опоздаем, но мы все успели, ребята. Все. Сил нету, ребятки. А где паспортам? Я вот здесь положил. Ну, конечно, не успеем потратить узбекские миллионы, которые нам Сергей нам дал, но ничего, в следующий раз потратим. Идем, ищем выход. Ну, ребята, добежали, да, бежали, бежали, прибежали. А смотрите, посадки еще нету. Ну, возможно, ждали нас, потому что этот сказал, что все, которые опозданы, которые не успевали на рейс, то самолеты будут задерживать. Новосибирск, Сочи, Москва, Я вообще говорю, что многие самолеты задерживали из-за погодных условий. Вот, смотрите, какой туман. Дайте, катись, я в кольцо. У меня такое чувство, что ты всегда водишь, когда у меня на голове бедлан и когда сутки не спавши. Да, сутки уже не спавши, да, точно. Полно сутки. Да, и мы, ребята, уселись в самолет узбекских авиалиний. Чем нас покормят? Честно, уже переели. С этими пересадками реально кормят очень хорошо везде. На узбекских очень хорошо, потому что на прошлом там такая, ты бы я показывал, но я не показал там кусок курицы, грудинки. Ребята, реально кусок курицы, сейчас скажу, сколько грамм. Грудинка, половина груди. 200 грамм точно будет. Ну, поели это, даже орешки мы уже не смогли скомячить, взяли с собой. Сейчас мы повредим. Я вообще половина своего обеда взяла с собой. с ужина. Катя, там мало плевало. Ну, сейчас, может, поешь. Ну, что кушать надо, у нас еще дорога. такие помидоры вкусные, потому что, когда были на Гуа, они же там такие, ну, твердые и недоспелые, несозрелые, надо ли бы сказать. и вот, я когда укусила кусочек помидорки и заплакала. И нет, такое блаженство. Это было заплакало. Такая вкусная, сладкая, сочная. Может, сейчас опять принесут. Сейчас взлетим, принесут, посмотрим, сравним. Чем нас кормят на узбекских авиалиниях, Ташкент, Минск. Так, это рис с овядиной, колбаска, сыр, оливки, что-то похожее салатик, фурцы, помидоры, сыр, яблоки, кекс, две булочки. Это не кекс, это как и тесто слоеное. Видишь такое? Тесто слоеное. Да, это просто такая булочка сдобная. Масло, орешки, кетчуп, майонез, харчица. Видишь, это салатик принца, огурец, зеленый салат, помидорка. Также здесь колбаса, сыр, оливки. Здесь яблочко, апельсин. Ну и здесь сладость такая вот, мучная. Я кекс ее называю, кексик. Мирок. Ну, Ташкент, Минск получше обед, Дели, Ташкент. Да? Да. Ну, за счет того, что здесь появились фрукты, появилось больше сладостей и разнообразие салата и майонез с кетчупом. А также спиртные напитки и десертаем. Да, наливают вино, белое, красное, по желанию, кто хочет. Ну, мы на сок, на томатное налегаем. Ну, все, приятного аппетита, будем кушать мы. И наш самолет совершает посадку в городе Герои Минске. Мы идем на снижение и мы прилетели домой. Приземлились, прошли досмотр. Да, кстати, такая информация ввозить валюту на двоих не более десяти тысяч, значит, на человека пять тысяч долларов. Это вот такая вот информация. Ну, и все. И немножко, конечно, грустненько, немножко весело. Грустно из-за того, что закончилось путешествие. Нам очень понравилось, идея крутая. Ну, весело, что надо уже готовиться к следующему путешествию. Ну, а такое вы увидите, следя за нашим контентом. Так что, поэтому, ребята, над вас лайк, колокольчик и подписка, чтобы не пропустить наши видео. Ну, и встретимся уже в следующем видео, в следующем путешествии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok